Я оббежал две остановки, пока не добежал до поля, где солнцу уже ничего не мешает, чтобы я мог его насладиться полноценным закатом. Вот такой закат. У меня точно впервые. И еще я вам продемонстрирую. Вот оно, мое счастье. Вон там, в самой сердцевине прячется моя любовь. Ничего не заграждает, ничего не преграждает моему видению. И в данный момент я могу спокойно заснять свой закат в идеале. Даже шум машин уже не может помешать. Как мы видим солнцезакат в чистом небе. Как говорил мой отец, если солнце заходит в чистое небо, завтра будет жаркий день. В принципе, по прогнозу, так и планируется завтра 22-25. Вчера солнце заходило в облака, и отец говорит, когда солнце заходит в облака, ожидает дождь. Дождливый день. И действительно, сегодня на протяжении всего дня, вплоть до полседьмого, был реально дождливый день. А сейчас я просто на седьмом небе от счастья. Боюсь пошевелиться, наслаждаясь этим прекрасным Божьим творением, которое создано было первее, чем земля. Я не знаю, кто во что верит. Я верю, что есть единое, непоколебимое, истинное мировоззнание, которое управляется силами, которые не подвластны нашему пониманию. Это можно лишь только вообразить, насколько сильна эта сила. Я открою секрет на закате этого дня. Он немножко глупый для людей, не понимающих. И более неглупый для людей, знающих, кто находился на пороге смерти. А я на этом пороге находился несколько раз. И я знаю, что в конце. В конце для людей добрых я знаю. А для остальных... Ну, я не такой, поэтому мне это не знать. А в конце абсолютный свет. Абсолютный чистый. Девственный. Без всякого искажения. Без всяких иллюзий. Сам ты находишься в образе точки невидимой. Молекулы. И беспощадно думать о том, что у тебя было. Ты вроде все помнишь, но понимаешь, что это конец. Поэтому, люди добрые, вас в конце ждет абсолютный свет. Ничего больше. Это и есть награда. За вашу доброту. Такой вот секрет от Алексея. Еще две минуты я буду снимать этот закат. И пойду с Богом в свою обитель. Продолжать дальше жизнь, существование обычного, простого человека. А многие в этом и не видят смысла. А смысл есть. Просто он скрыт от нас. Я немножко знаю, так как для меня лично, побывав там, открылась завеса. Приоткрылась совсем чуть-чуть. Но я не могу говорить. Потому что каждый идет своей дорогой. У каждого свой путь. И как солнце заходит, так заходит и все, что мы делаем. Вот и настал этот конец этого дня. Даже несмотря на то, что моя камера не может четко сфокусировать всю красоту, все равно, я скажу, часть солнца уже за горизонтом. И это очень прекрасное зрелище. Единственное неудобство, это то, что я со стороны кажусь немножко странным. Среди поля одинешеньки стою, что-то снимаю. Но я надеюсь, что это не смутит ни мой разум, ни разум всех наблюдающих за мной. Да будет на все воля Господня всемогущего Творца нашего. Еще 20 секунд. Я просто хочу заснять тот момент, когда солнце полностью растворится. И останется лишь желтовато-оранжевое. синева смешанное небо и уходящего луча. Я заранее с вами прощаюсь. Желаю вам быть как солнце. И если заходить, то заходить только в добро. И если жить, только в добре. И если существовать, только для любви, красоты, мира и всего, что связано с этим. Ведь в этом и есть рай на земле. невзирая на мнение других, наблюдать о том, что другим кажется смешно и безразлично. пока-пока. Вот и уходит последний луч. Совсем чуть-чуть, совсем чуть-чуть уходит мой последний луч. И вместе с ним иду я. ведь это есть вся жизнь моя. Стихи берутся абсолютно спонтанно, возникают образы и исчезают также. Поэтому записать мне их вряд ли удастся. Лишь только микрофон может сохранить эти мысли. Все. Последний луч. Я выполнил свое предназначение. В этом дне я сделал то, что должен был. То, ради чего мне дан третий шанс. заснять последний луч. Все остальное не имеет смысла. Все остальное иллюзия игры. Играйте. и дерзайте. И в мире пребывайте. Это конец. Будьте счастливы. Пока-пока. Возьмите. Субтитры подогнал «Симон». Субтитры подогнал «Симон»!